отлично наташ только давай еще раз теперь на запись тоже самое огромная просьба написать имя так будет проще алексей здравствуйте это еще один наш эксперт отлично супер коллеги спасибо огромное что все подключились вот и пятничное утро или в это утреннее или в эту утреннюю пятницу давайте начинать наверно две минутки задержались как обычно всем привет рад вас всех видеть на нашем регулярном традиционном мероприятии старта плинч для тех кто подключился вот сегодня в первый раз для новеньких вкратце расскажу что это презентационная сессия в рамках которой у нас выступает 4 проекта 5 минут выделяется на пич на том чтобы рассказать что это за продукт да кто есть в команде и что самое главное какой запрос есть у человека и 15 минут выдается на обсуждение этого проекта со стороны экспертов менторов бизнес-инкубатора ингрия также приглашенных эксперту далее да если интересно будет пообщаться с кем-то индивидуально то мы не жадные контакты даем согласие экспертов естественно вот стандартно мы начинаем с 10-минутного представления до краткого рассказа кто у нас сегодня в качестве менторов начиная как правило себя на правах модератора всем привет еще раз меня зовут роман я констант эксперт бизнес-инкубатор ингрия занимаюсь в первую очередь экспертиза входящих проектов курирую нашу основную программу резидентура консультирую проект по теме ксд помогать определиться сегментом найти первого клиента также выступаю в роли трекера на некоторых внешних проектах так например в московском национном кластере также я еще и менеджер в центре инновационного предпринимательства в школу экономики контактов мне много то есть нужна будет какая-то помощь еще раз индивидуальные пишите вот свяжем и поможем вот теперь я попрошу экспертом передаю слово кто хочет с руки расскажите вкратце о себе не стесняйтесь сергей вижу звук сразу включил артем а вот вижу руки алексей алексей твоя рука первая добрый день меня зовут ефимов алексей я директор фонда поддержки развития инноваций политех я преподаватель высшей школы технологического предпринимательства технического университета и занимаюсь развитием предпринимательства стартапов где-то лет 17 мая это около того кроме того в последнее время стал активно заниматься содействием выхода стартапов на рынок ирана и на последней конференции недавно на эпитехе ко мне еще делегация из серии присоединился больше хотел с вами работать поэтому думаю что с ними тоже сейчас получится спасибо спасибо алексей спасибо сергей мельченко добрый день коллеги меня зовут сергей мельченко я сотрудник центра инновационного предпринимательства высшей школы экономики и действующий консультант я кандидат физмат наук и в общем у меня основная основной профиль это собственно коммерциализация научных разработок вывод на рынок инновационной продукции и соответственно привлечение финансирования для этого дела у меня недавно было день рождения 23 мая и я пригласил определенное количество гостей которые неожиданно для меня начали рассказывать о том что вот компании которые они возглавляют значит благодаря мне ну в общем поднялись там практически с нуля или там очень небольших объемов в общем соответственно у меня есть опыт успешных проектов в питере которые действительно поднялись и которым удалось развиться сейчас до уровня ну по крайней мере сотни миллионов в год вот и соответственно вот эти компетенции я готов использовать сегодня спасибо очень здорово сергей очень здорово и мы поздравляем вас конечно с прошедшим днем рождения вижу в чате под поздравлением уже также летят вам спасибо сергей что сегодня присоединились артем ермилов я видел у тебя был включен микрофон да добрый день всем ермилов артем николаевич работаю сейчас в структуре норникеля но мой опыт со стартапами он всесторонний и разнообразный примерил на себя все возможные в истории роли от инвестора бизнес ангел создателя стартапа до членов всяких разных экспертов советов очень интересует тема научно-технического трансфера хай-тековская большой международный опыт всем успехов отлично артем благодарю я пока руб не вижу коллеги давайте кого-нибудь спрошу марина шутова включилась марина хочешь а себе рассказать вкратце я с удовольствием да присоединись мне нужно буквально две минуты так хорошо хорошо ольга алексеева расскажи о себе вкратце сегодня с микрофоном я сегодня с микрофоном я всегда с микрофоном но просто иногда обратной связи так много от приглашенных экспертов что не хочется мешать процессу меня зовут алексеева ольга я консультант проекта по маркетингу бизнес инкубатора ингре что сказать ну консультирую стартапы сейчас активно по сравнению маркетинговой стратегии работаем с теми у кого очень ограниченный бюджет во все возможные игры с маркетингом без бюджета вот помогаю оформлять деку помогаю пичить очень нежно горячо люблю от тех потому что есть опыт от тех проекта за плечами вот еще мне очень близок travel тех и я вообще верю в силу комьюнити периодически менеджерю какие-то сообщества вот и наглядно вижу вот на стартап линче как это может работать мне очень всегда радостно наблюдать за возникающими какими-то мэтчами или проектов или экспертов с проектами вот примерно так супер супер спасибо оля марина шутова да здравствуйте коллеги камера включилась отлично меня зовут марина шутова я отвечаю я занимаюсь маркетингом и построение маркетинговых стратегий работаю в основном с технологическими компаниями в области медицины сейчас больше всего образование и опыт также есть в финтехе в продвижении финтеха на международные рынки довольно большой потому что отработала 7 лет в этой области помимо того что я консультирую и работаю с компаниями я еще наверное больше всего я могу быть полезна в том случае когда у вас сложный продукт и вам нужно поженить две довольно непохожая аудитория вот в этой области я буду наиболее полезно и эффективно вы помогаете женить да если что марина я правильно понимаю сваха такая между проектами аудиториями и так далее блин это замечательно это замечательно марина спасибо что сегодня присоединились коллеги кто-то еще хочет о себе рассказать давайте еще 10-15 секунд сегодня все стеснительные наверно я может быть сергей кольцов расскажет о себе сергей с микрофоном сегодня сергей видимо временно отошел наташ тогда расскажи наверно вкратце о себе и будем начинать с микрофоном да ради бога да я лаконичника меня зовут наталья рождественская консультант проектов бизнес инкубатора ингре и еще одной ногой вышки питерской работаю менеджером центра инновационного предпринимательства с инновациями связано на 15 плюс лет уже так или иначе работаю в этой сфере курирую менторское направление курирую проект проект проекты с корпорациями которые ингрия делает вот буду рада быть полезной чем смогу я вот тоже как марина люблю людей сводить вот так что давайте поработаем вместе супер-супер коллеги отлично давайте тогда начинать сегодня у нас первый проект анастасия чанк борц я надеюсь я правильно назвал анастасия я дал права тебе на демонстрацию экрана может включать презентацию так сейчас секундочку вижу обрезанную фотографию а вот теперь да все отлично анастасия можешь начинать пять минут твои а здравствуйте а меня зовут анастасия кичкирёва я хороший преподаватель по английскому языку чтобы прийти к результатам на ваших экранах я 8 из 11 лет своего опыта каждый день по 2-3 часа готовилась к уроку отбирая лучшие практики мучаясь сомнениями 90 процентов процентов опрошенных моих коллег пожаловались также на долгие и полные сомнения поиск и отбор материалов и решают они эту проблему сейчас через посту повторное использование материалов покупку готовых планов уроков и автоматизирует задания на различных платформ я структурировал свои наработки и придумал платформу которая поможет мне и моим коллегам приходите высоким результатом экономия время и силы представляю вам чанк борц эта платформа которая поможет учителям как начинающим так и опытом повышать 5 своих учеников где тебя это качество знаний и кайф от занятий через решение их общих проблем что за общие проблемы мы перевели классические фразы учеников учителей на русский ученик говорит у меня нет времени на дз он на самом деле говорит я хочу все отрабатывать на занятии учитель жалуется на ученика без дз на самом деле он говорит я не уверен свои методики и компенсирует от домашней работы ученик говорит мне скучно на самом деле он имеет виду задания одинаковые не персонализированы не держит фокус и вот мы приходим к изначальной проблеме учитель говорит я долго готовлюсь к уроку на самом деле он говорит у меня нет времени на себя как мы планируем решать этот комплекс проблем драйвер наши платформы это наша методика которая помогает пройти путь от я не знаю да я использую за один урок вместо скажем трех четырех нашу платформу ведет учителя за руку через серию методически выверенных заданий которые по нашим авторским фронтам сгенерировал искусственный интеллект он же еще предлагает разные варианты заданий для максимальной персонализации возникает вопрос анастасия что опять авторская методика нет наша методика это авторская комбинация уже известных методик которые соответствуют этот трендом 2023 года более подробно я хочу остановиться на лексическом подходе который популярен среди преподавателей английского языка чем он популярен смотрите два вопроса как как образовать прошедшую форму от слова смотреть и ты смотрел мультики сегодня какой из этих вопросов мы скорее зададим пятилетним ребенку скорее всего второй отвечая на этот вопрос ребенок не думает о грамматике он воспроизводит комбинацию в которой он слышал много раз я смотрел мультик эта комбинация называется чанк и весь наш язык состоит из чанков и основная задача преподавателя это грамотно отбирать эти чанки мы снимаем с преподавателя эту головную боль так мы разбили теорию из грамматических сборников на чанки и рассортировали их по трем уровням я смотрел мультик это уровень 1 я думал что машина будет удобной это уровень b1 каждому мы придумали жизненную задачу не изучаем согласование времен а возвращаем машину обратно в магазин и спринты заданий возрастающих по сложности когнитивных операций вау что это наши когнитивные операции можно представить в виде пирамиды пирамиды двума для того чтобы усвоить материал нужно взаимодействовать с ним на всех шести ступенях этой пирамиды и наша платформа ведет ученика за руку постепенно через навыки мышления низкого порядка до через первые две ступени к навыкам мышления высокого порядка стальные четыре ступени это кардинально отличает нас от наших конкурентов помимо этого мы предлагаем не просто конструктор уроков а регулярно обновляющийся навигатор по методике который одновременно находим позволяет находить быстро дефицит и знания ученика и производит эффект супервизии для учителя благодаря вшитым методическим рекомендациям благодаря дефолтной базе заданий мы меньше зависим от а благодаря микро формату заданий учитель даже на оффлайн-уроке просто выводит платформу на проектор и легко идет по заданию что мы делаем для реализации нашего проекта мы успешно протестировали прототип и на основе обратной связи разрабатываем платформу которая будет работать по подписке стоимость подписки у преподавателя нашей целевой аудитории отобьются за один урок сейчас мы разрабатываем сценарий возврата пользователя на платформу высчитываем юнит экономику выстраиваем управляемый сарафан строим сообщества из нашей базы учителей готовим выступления на конференциях пишем статьи в научные популярные журналы глобальная наша цель создать новую привычку сначала у англичан потом у преподавателей других языков и через них привлекать их же учеников на платформу и выводить обучение на новый уровень сейчас и в процессе мы будем работать с бизнес-экспертами для калибровки бизнес-моделей и сегодня мой первый шаг на этом пути спасибо буду благодарна вашим комментариям отлично анастасия благодарю давай наверное уточню запрос сначала до рук да запрос мне хочется услышать вопросы как я вот выложила на слайде да которые помогут мне с разных перспектив потому что я понимаю все в металлике я понимаю все в том как учить мне нужно учить бизнес комментарии даже если они будут супер изрушительные я вот согласна с робом пицпатриком я хочу услышать вау сколько рук отлично я понял артем рук твою видел первую спасибо маленькая водная очень тема затронула потому что это половина моей прошлой жизни когда-то преподавал в том числе преподавал английский в штатах вот как бизнес-модель теперь кстати что меня и толкнуло потом уходить в консалтинг бизнес да действительно это получается платформа агрегатор для преподавателей да сначала да а теперь подробнее вы полностью даете преподавателю методику то есть он должен освоить эту методику работать он должен освоить эту методику да но она не совсем новая для них потому что уже есть методика лексический подход все они знают но она нигде не собрана в каком-то отдельном знаете учебнике где есть все вот эти материалы по ней мы собственно и хотим людей людям показать как собственно работать по ней как ничего больше не искать и тогда смотрите что получается у вас есть уже готовая платформа есть готовая методика из готовые наработанные материалы вы можете размещаться размещать свою рекламу и преподаватели к вам приходят вы не снабжаете их учениками соответственно все что вам нужно это просто напросто такой организация рутинного бизнеса вот это то что я сейчас услышал правильно вот тогда скучная работа по раскрутке рутинной платформы можно в этой истории работать это прежде всего маркетинговая часть и скажем так как вы себе эту историю видите ну хотите можно будет поиграть отдельно не вот в рак короткого печать сейчас просто вы рассказываете свои шаги коллеги эксперты я или или другие эксперты вам могут потестить вашу модель накидать идеи как проводить маркетинг но это чисто маркетинговая история спасибо спасибо вам благодарю артем роман видел твою руку следующее привет привет да не наверное не больше не вопрос а рекомендация печу если соответственно анастасия обратную связь хочет если вы пришли ну там если вы рассказываете про бизнес мне не хватило ни конкурентного анализа возможно не лобового похожих продуктов но как минимум по таку похожей механики которые действуют и насколько у них все хорошо или плохо и вопрос исходя из этого соответственно там вот вы написали какой-то там дорожный план с точки зрения финансов давайте поймем бета вторая выглядит как то есть это вы все-таки больше в будущем про платформу или про ну там какую-то SaaS модель для учителей либо вы все-таки про некую методологию которую вы хотите потом продавать вы где себя ощущаете так я не совсем уверен что такое SaaS модель ну это подписочная модель то есть вы вы предоставляете учителям по подписке соответственно платформу которая помогает им преподавать и зарабатывать соответственно деньги вы больше про ну там курс который вы продаете с помощью вашей платформы или вы все-таки больше платформа которая помогает зарабатывать учителям в будущем скорее второе вот потому что я за в селе очень болею вот поэтому да так цели чтобы они могли у них был комфортный инструмент вот настольный да вот есть меру доска меру они все время открывают я хочу чтобы у нее была платформа которая тоже у них всегда была открыта и которые не могли все время до за три минуты до урока открытие и по ней поработать поэтому да скорее скорее это второе но я рассмотрю все варианты ту методичку которую вы сейчас собрали по вашему мнению насколько это является стопроцентным стандартам обучения для английских для как самые немотивированные ученики которые ничего не делали по ней начинали говорить и выражать свои мысли еще строить сложные логические операции я могу сказать что это можно выиграть как основную методику я больше спрашиваю вот ваши коллеги ваша комьюнити есть насколько ваши коллеги и и сколько их обучают по такой же методологии так же как и вы возможно кусками выдирая это где-то и используя моих из моих коллег я думаю процентов 70-80 точно 70-80 я просто почему спросил потому что мне кажется что если те цифры которые у вас есть на слайдах на присоили и в общем то вот все ваши первые попытки маркетинга они оправданы это очень крутой результат но там всегда встречаясь со стартапами почему-то кажется что не все так просто потому что все простое давным-давно придумано а значит скорее всего есть какой-то там секретный формат который затруднит вам вот так вот расти поэтому мне и возвращаясь к первому если бы был срез конкурентов у которых получилось мне кажется аудитории бы намного было проще положить ваш продукт на продукт какой-то возможно похожий или с похожей механикой чтобы до конца понять что вы делаете или пытаясь сделать спасибо то есть вы имеете ввиду что получилось то что мы задумываем ну да то есть тут тут вот как и и первый соответственно вопрос был да то есть не совсем понятно вы про продукт с точки зрения это одна один способ значит без дева очень сложный очень дорогой ну прям ну длинный хвостом либо вы все-таки про платформу вы для инструмент где в большей степени по оптимизировать некие процессы а не создать что-то новое и продвигать это две разные модели монетизации две разные модели маркетинга продаж ну и как как результат там инвестиций и так далее спасибо спасибо роман алексей ефимов я веду твоя рука была следующая анастасия скажите пожалуйста у вас была строчка когда вы анализируете конкурентов скрыть просто слайд несложно да во первых всего только три почему-то да важно но никак его конкурентами являются не только те кто использует такие похожие инструменты а вообще какие-то прогрессивные центры по образовательной деятельности по обучению английскому языку это раз а второй почему у вас строчка 3 независимость от аи да я имела беду что вот например наш вот тот предыдущий оратор роман кажется да он спросил кто прокладывает перед вами вашу дорогу очищает лужайку вот tweet.com это похожая на нас платформа который в принципе сейчас на искусственном интеллекте тоже пытается генерировать разные задачи но они полностью им полностью все делает искусственный интеллект абсолютно все здесь было бы правильнее нам поставить плюс минус потому что у нас искусственный интеллект он множит то что создано нами поэтому мы как бы если даже его отключат то у нас остается наша дефолтная база заданий которая ну придется конечно и ручками делать но она сама по себе уже несет ценность вот я как это имела ввиду когда часто стартапы выбирают критерии по которым не сравнивать конкурентов то есть 5 критериев то эти критерии по которым они отличаются конкурентов выбирают они критерии которые используются вашей целевой группы при принятии решения какую платформу покупать если бы вы провели бы среди своих учителей которые учат английского языка что вам важно что вам нужно для этого вот если у вас есть альтернатива есть власть этого твиком битри знания там еще там допустим каких-то вот штук 5-6 альтернатив какие-то инструменты цифровые которые помогают им преподавать что из этого могло бы вам помочь они бы это прямо назвали мне нужна независимость от аи мне нужно чтобы не было само занятие за задание платформу мне нужно развитие навыков мышления высшего порядка я почти уверен что никто такие критерии не скажет вы по ним сравниваете то есть критерии которые фактически важны не то чтобы подтолкнули а вот такие критерии вам подойдут да то что они будут озвучены в вашей целевой аудитории при принятии решения с кем работать круто я поняла оформлю по-другому спасибо спасибо алексей марина шутова твою руку еще вижу сейчас секундочку да я хочу во первых александра вас поблагодарить потому что вы рассказываете и прям видно что человек горит я получаю от такой коммуникации всегда бешеное удовольствие вот прям огонь спасибо вам большое я наверное не наверное я поддержу так сказать коллег которые выступали до меня и немножечко суммирую и структурирую да вы пришли за советом значит вам нужно когда вы выступаете очень четко обозначить для кого да все целевые аудитории вы можете говорить например для учителей и степень готовности я не знаю там 70 80 процентов до для учеников если вы их рассматриваете в потенциале и вот так да то есть мы во первых сразу же обозначаем для кого и во вторых здесь хорошо бы обозначить вашу уникальность если она есть да именно вот для каждой из этих групп но формате ну что эти люди получат да почему мы что мы что мы им даем ценного вот именно в таком очень жестком структурном формате и я прям настоятельно рекомендую прямо настоятельно рекомендую поговорить с учителями которые не знают вашу платформу да вот но с теми людьми которым вы потенциально собираетесь продавать причем взять прям такое самое настоящее каздеф интервью когда вы не рассказываете про себя вообще ничего а вы всеми доступными способами пытаетесь выяснить как люди решают эту проблему сейчас с какими с трудностями они сталкиваются да и ваша задача вытащить как можно больше вот этих вот нюансов и деталей именно они именно они вам помогут и с точки зрения фичей и с точки зрения продвижения я не буду то есть как бы вы говорили сейчас про продвижение через комьюнити еще что-то такое мне это очень понятно и близко но так как не вы не обсуждали тогда за исключением общих слов вообще никаких стратегий я вообще не касаюсь этого аспекта хотя там тоже многое всего важно вот исключительно с этой точки зрения а я под я думаю я уверена что эти интервью вот когда вы не рассказываете про продукт еще раз подчеркиваю а тщательно выясняете как люди справляются сейчас желательно не знакомые с вами желательно не из вашего круга чтобы у вас не было ничего общего вот оно поможет вам переосмыслить переупаковаться ну там я уверена что это даст вам очень много инсайтов и обязательно когда вы пичите да мы показываем кому почему мы и ну как бы схема монетизации безусловно да если мы ищем инвесторов тем более марина отличный комментарий благодарю я вижу вот артем в чате согласен полностью готов тестировать такой формат и палец вверх летел от артема время комментарии коллеги давайте еще зачитаю то что у нас было в чате от наталья рождественской вот вижу вопрос уточнение то есть правильно ли она понимать что это решение для частников для репетитор преподавателей они для школ со своими платформами пока для до частников и для языковых школ частных так я понял следующий вопрос анастасия к тебе как планируется продвижение продукта продвижение продукта первое это блогеры и лт блогеры именно да которым я доверяю мои коллеги второе это есть у меня база очень учителей с которыми я работаю 10 10 лет уже и потихоньку обучаю в своем своих медиа в своих каналах я их обучаю уже сейчас как работать по этой методике чтобы они скажем так у них была вот это как раз такие желание получить инструмент работы с этим вот далее я думаю также реферальные программы возможно какие-то классические таргетинг и силу продвижения на конференциях буду вступать и тоже рассказывать об этом да везде во всякие издания чтобы рассказали про нас а какие-то партнерства рассматриваются какие-то партнерства рассматриваются с какими-то сервисами которые близки я не знаю кто тоже работает с учителями по английскому например то есть где вы не в конкуренция можете дополнить друг друга ну да я с точки с точки зрения обмена аудитории я вот это вот имею ввиду что вместе может быть не только с точки зрения продукта это может быть интересно но и с точки зрения продвижения спасибо на то что включилась сергей мельченко вижу руку сергей вам слово да я все слушаю как бы мне кажется такой очень перспективный проект но у меня создается ощущение что вы прямо одна до вас команда нету да есть 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 я ничего про нее ничего не рассказывать не выбирала просто что рассказывать и как-то решила все внимание команда есть это разработчик пока один data analyst который надеемся в будущем будет нам разрабатывать рекомендательную систему и раз таки специалист по маркетингу вот такая пока команда у нас ну понятно я просто потому что вот мое ощущение что вы именно вот такой методист который великолепно знает как как работать с учениками по английскому а маркетинг все-таки немножко другое и мне кажется вам просто в команду нужны человека который будет аниматься продвижением как 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 как-то больше ну в общем короче у меня не возникает вот внутреннее ощущение что вам при всем хороший продукт что у вас будет все хорошо я точно не буду этим заниматься я это делегирую потому что я это не умею и их чем не обязательно привлечь кого-то кто мне это сделает все отлично спасибо большое спасибо сергей хорошее замечание про команду было анастасия у нас уже время закончилось но вот озвучить тебе еще комментарии на подумать уже скорее может ли преподавать и адаптировать платформу под себя со своими заданиями или методиками расширенный функционал кроме чанков это уже тебе на подумать спасибо огромное и подумать хорошо можно еще маленький комментарий на подумать анастасия подумайте о том что возможно вы можете продвигаться через учителей школ возможно начать не с государственной истории есть достаточно большое количество альтернативные системы да там сейчас образование так далее это тоже хорошая история возможно вы для них придумаете какие-то специальные ценовую историю но это очень хорошо работает и дальше распространять себя с государственными тоже очень интересно но там большой вопрос готов ли учитель заплатить за ваше приложение потому что но зарплату очень разные вот это но это конечно уже очень большая аудитория это понятно вот ну может быть попробовать частных каких-то очных школ почему нет спасибо спасибо ольга хороший комментарий анастасия еще раз спасибо за твою презентацию если потом будут вопросы или желание пообщаться с кем-то из экспертов индивидуально напиши вот я постараюсь согласовать как мы переходим к следующему проекту друзья это у нас сергей котельников тетрапис это услуги по созданию цифровых двойников промышленных объектов сергей здравствуйте еще раз добрый день коллеги не слышно да отлично слышно видно можете включать демонстрацию экрана так видно ли экран да все супер на данный момент все отлично красно меня зовут сергей котельников компании 3 метре консалтинг мы делаем цифровые двойники промышленных объектов под ключ собственно что такое цифровой двойник если простым языком это некая виртуальная модель промышленного объекта и за счет того что то есть эффективность заключается в том что часть операции которые специалисты должны делать выходя на объекты делая там что-то руками можем перенести в эту виртуальную модель человек работает с компьютером таким образом экономится время персонала да и собственно говоря компании экономят деньги рынок развивается довольно серьезно но главная проблема с внедрением двойников с работой с ними это то что это долго и долго да там для крупного промышленного объекта это могут быть там миллиарды рублей годы внедрение создания таких вещей мы предлагаем простой цифровой двойник скажем так да то есть делается обычно в три шага а это мы делаем трехмерную съемку объекта переносим его в паот и травис который мы сделали сами да интегрируем это пао войти на структуру компании да и собственно говоря там есть группа простых инструментов визуализация геометрические измерения и какие-то теги для обмена информации дайте я вам дружу это выглядит вот по тип которым сейчас сделали вот он выглядит вот так да это один из их простых красивых объектов вот визуальная 3d модель вот вы здесь видите собственно инструменты которые сейчас есть да пусть и геометрические измерения вот те самые аннотации которым можно дополнять какую информационную составляющую к этому двойнику добавлять или обмениваться информацией между пользователями остальные инструменты это настройка визуализации сейчас модель выглядит сама выглядит вот значит и плюс у такого решения есть но прежде всего по сравнению с серьезными с большими компаниями которые делают серьезные большие цифровые двойники с хорошей функциональностью да мы делаем быстрее дешевле и при этом все таки вот эта операционная эффективность она повышается за счет того что часть операции все таки мы переносим именно на работу с виртуальной моделью таким образом вот эти плюсы внедрение цифровых двойников они у нас сохраняются оценка объема рынка но наши основные клиенты скажем так это крупные промышленные компании российских десятки тысяч и вторая группа наверное это те кто занимается эксплуатации электроподстанции электроподстанции тоже десятки тысяч в россии да таким образом если считать что создание цифрового двойника на каждой из таких объектов это первые миллионы может быть десятки миллионов рублей для крупных предприятий то общий объем рынке это десятки миллиардов рублей на сале то что мы видим дорожная карта ну вот собственно сейчас мы находимся двадцать третьем году у нас есть мвп который вы видели есть несколько клиентов на пилот мы рассчитываем что мы сделаем еще пилотные проекты проведем customer development до конца года ну и наверное в конце этого года мы начнем уже что-то продавать в россии и рассчитываем что мы следующих следующем году или через два года уже выйдем на какие-то зарубежные рынки с этим решением выглядит эта штука как плохо масштабируемым да потому что эта услуга и там участвуют люди и оборудование да сейчас действительно это так и есть лет через пять скажем потенциале мы рассчитываем на то что во первых роботизация да и искусственный интеллект они нам сильно помогут с точки зрения автоматизации съемки с точки зрения автоматизации вот этой обработки данных и внедрения этого решения в эту инфраструктуру ну плюс вполне возможно что мы будем скажем сделаем marketplace для сервисной компании то есть не все сами будем съемку делать вы привлекать другие компании таким образом съемка тоже будет гораздо проще проходить ну вот собственно компания три метри это компания номер один наверное в россии по услугам трехмерной цифровки у нас много крупных проектов с основными промышленными компаниями в россии не только в россии за рубежом тоже ну и опыт своей команды который сейчас занимается решением да это и продажи и работа с крупными промышленными компаниями и международный бизнес и продакт маркетинг не слышно вас сергей к сожалению куда-то пропал звук и поэтому будем рады уже их принять спасибо за внимание благодарю сергей артем ермилов твой рука была первая меня слышно коллеги кроме у рома что-то происходит со связью меня не видно да и не слышно да да а сейчас ром да ты слышишь нас интересный очень проект у меня один комментарий или одно конкретное предложение значит один комментарий правильно ли я услышал что вы исключительно держитесь за нишу рынка это собственно оцифровка объекта ну это один из компонентов создания цифрового двойника такой необходимый но недостаточно да я чуть подробнее просто представлюсь я работаю в институте гипроникель это проектная организация норильского никеля то есть соответственно у нас вот эти все истории с вами тоже работают да да а ну тогда тогда можно будет переходить на более конкретную историю если вы если вы уже здесь с кем-то контакты ведете работаете то отпадает моя вторая часть комментария если вернемся к первой части комментария то он вот такой раз вы с нами работаете вы наверняка слышали что сама по себе оцифровка это первый этап технический да но в принципе как мне представляется сейчас по большому кругу контактов компании интересует скажем так а либо интеграция в свои системы да вот у вас на экране там было и бентли автодеск вот соответственно акцент вот такого рода презентации он должен быть сделан не на собственно техническую возможность и услугу взять и оцифровать в этом уже не сомневается наверное никто да а сходу должен идти какой-то комментарий и отгадочка что как им каким образом оцифрованное вами будет интегрировано в тимовскую или бимовскую модель вашего заказчика то есть мне вот это очень сильно не хватили не хватило презентации потому что основным ограничением сейчас при выборе того делать это самим развивать это направление самим купили сканер здорово является именно пока что еще так некоторая неопределенность в том как мы будем использовать эти цифровые двойники спасибо артем можно и отвечу сразу а мы собственно то ту услугу вот которую мы сейчас делаем презентуем вы правым она на самом деле взялась из разговоров с проектировщиками которые пользуются сканированием знают что это такое но они тоже пытаются эту штуку двинуть на эксплуатацию именно да и показать тем кто эксплуатирует объекты что давайте часть задач которые вы при эксплуатации решаете перенесем в 3d виртуальную составляющую да у них это не очень получается что эксплуатации люди не очень владеют 3d продуктами да для них все любимые цифровые двойники это что-то какой-то космос которым они не привыкли вот мы сделали как раз вот это решение цитра виз которая показывал достаточно простое с простым функционалами того чтобы на стадии эксплуатации люди которые с компьютер может быть не очень из 3d вообще никак да они с ним могли работать да и она больше не проектировщиков не для интеграции с бим хотя это потенциале тоже может быть да и может работать да но это уже не очень стартаповская тема плохо масштабируемая тем не менее можно и так сделать но мы считаем что вот это простое решение она может пригодиться эксплуатации тем кто занимается эксплуатацией любого промобъекта в той или иной мере вот и продвигаемые именно его а не какую-то интеграцию еще с чем-то там гис сбим и с прочими вещами хотя это тоже возможно смотрите вот даже в чате сейчас возник вопрос да а вот давайте по рабочий крестьянские вот я главный инженер предприятия значит хорошо мне предлагают трехмерную картинку это здорово ну да может быть будет прикольно удобно вот но как главному инженеру или даже технологу этого предприятия с одной стороны конечно здорово удобно и прикольно о чем не с ней делать вот на простой предельно извините циничный вопрос для чего вот в таком ключе тоже может быть из-за этого вот это психологический барьер это наша совместная более он и не преодолен согласен потому что это будет нужно тогда когда мы на предприятие продаем не 3 не 3d бим модель объекта или там как сказать вот мы спроектировали но новый объект в 3d да извините этот нужно тогда когда мы ушли на 4 5 и даже на 6d бим вот только тогда когда на площадке люди начинают работать с атрибутивной базой вот тогда первым шагом становится ваш бизнес согласен можно долго до дискутировать по этому поводу давайте может быть мы с вами обсудим это потом да все правильно вы говорите да тут просто долгий ответ у меня готов на эту тему да если коротко то мы уже как бы с этим столкнулись главный инженер он вообще не заинтересован в том чтобы повышать операционную эффективность по хорошему да потому что люди бегают да и все хорошо им к ним приходить с инновациям бесполезно да то есть приходить с инновациям надо каким-то директором по цифровизации что-то вот вот туда куда-то вот это немножко там по-другому на разговор идет спасибо благодарю артем вам далее могу в принципе контакты передать видел сергей мельченко ваша рука следующая ну если моя по моему алексей рука была у меня а у меня обычно в зуме узнаете автоматически вот так идет кто раньше руку поднял тот сверху хорошо сергей у меня на самом деле такой вопрос у меня есть хорошие партнеры которые работают с инженерным анализом прочности кая и тут речь идет о тоже о цифровых двойниках только о цифровых двойниках связанных с классацией объектов но условно говоря мостов станков или еще чего-то в этом духе вот это ваша технология она как-то может быть интегрирована с подобными пакетами из подобными возможности я там некоторые слова не очень понял честно говоря которые вы сказали по поводу что там с мостами ну смотрите вот есть объект мост например в процессе эксплуатации этот мост ну подвержен определенному разрушению да или там вода разрушает или движение транспорта вибрации там и так далее есть определенные датчики которые соответственно определяют состояние условно говоря бетонных конструкций там и так далее я понял да и дальше можно рассчитать скажем остаточный ресурс то есть условно говоря есть ресурс который был получен при строительстве а потом можно посчитать остаточный ресурс вот зная определенные параметры этого моста после некоторого периода эксплуатации сколько вам это интересно такие такое на самом деле в потенциале да вот это чем одно из преимуществ нашего решения да в том что она может быть начальным так сказать шагом к тому чтобы сделать более серьезный двойник да то что я показал какая-то простая вещь на самом деле интегрирует туда например какой-нибудь робот который с датчиком будет ездить и вы будете видеть как приедет например или интегрировать туда айти сенсоры до которые тоже в реальном времени вам будут передавать какие-то данные оттуда вы будете видеть как это в 3d происходит от все можно вопрос в том нужно ли это разработка или нет да то есть если будет какой-то клиент у которого скажем будет такая задача стоять мы вполне можем провести пилот и на основании этого пилота сделать что-то подобное потом посмотреть насколько это нужно там всем остальным поэтому да очень хорошо тогда нам нужно как-то стыковаться попозже и поговорить об этом более подробно спасибо отлично сергей я отмечу там так уже передам далее алексей твоя рука да спасибо сергей скажите пожалуйста насколько я понимаю сейчас нет стандарта государственного плотного двойника завода предприятия да нету конечно его нигде в мире нет мне кажется таких стандарт 21 году при поддержке политехнического университета была создана гост по цифровым двойникам изделий и то что вы заявляете по поводу создания цифровых двойников предприятия производств есть такое сильное ощущение что это в лучшем случае тяги на цифровую тень или просто на трехмерную модель есть отличие 3dgis модели допустим от вашей модели и от цифрового двойника цифровой двойник такое обязывающее название но требует согласен согласен мы долго выбирали какой термин использовать на самом деле да цифровой двойник он просто на слуху немножко да то есть я с вами согласен если использовать те стандарты которые политех свое время делали цифровых двойников то это сюда не подходит есть там скажем классификация по моему автодеск ее там предлагал свое время цифровых двойников по уровню сложности да и там есть самый примитивный это descriptive digital twin до который просто некая виртуальная модель с никакой-то информации там небольшой да и последнее там не помню как называется мы тут полный цифровой двойник то что абсолютно точная виртуальная копия условно там со всеми прибамахами вот их там 5 классификации то есть мы подходим скажем под эту классификацию как descriptive twin вот поэтому мы выбрали этот термин я согласен может быть не очень корректно с точки зрения политеха наверное конкретно да с тех стандартов которые есть у вас вот но если вы предложите что-то другое скажем что будет также громко звучать будет здорово здесь громко звучать не надо правильно звучать и еще вопрос то что чем занимается rpro концерт это примерно про то же самое что у вас у них они моделируют да новые предприятия или дополняют существующие а вы просто делаете модель существующего то есть вот возможно с ним было бы удобно коллаборировать для того чтобы то что уже есть вы цифровали быстренько своими своими моделями своим бизнесом они к этому уже наращивали новые станки оборудования и видели всю картинку в целом как она меняется что происходит да это одна из сфер поменения да все верно и второе тогда еще в мысль целя вопрос это по поводу того что то что айти это все классно мне кажется сейчас можно если вопрос визуализации процесса то можно вашу систему дорабатывать просто данными которые получаются с камерами в цехах и собственно говоря отслеживать отдельно созданы те объекты которые появляются погрузчики там рабочие так далее да и добавлять эти объекты на вашу трехмерную воды для идентификации это будет проще быстрее и так сказать ну проще и быстрее обновлять даже может быть введение новых объектов а где-то такие предприятия уже в большом количестве есть в которых есть камеры и отслеживающие там перемещение персонала то есть это какой-то наверное рынок такого больше будущего вы описали насколько много таких предприятий чтобы трехмерную там своими сканерами для любого объекта который у вас есть хоть заготовок хоть деталь хоть тележка все чего угодно и фактически вы просто идентифицируете да этот объект появился в этом он распознался он разместился и график повернулся таким органом есть на самом деле в предприятии и здесь вот вопрос наверно как бы с точки зрения вашей модели это наверняка можно на вашей трехмерной модели делать организации бережливого производства то есть что-то менять смотреть что из этого и получится как такое воплощение как как вариант согласен 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 спасибо благодарю алексей за содержательную рекомендацию такую руку движущим марина шутова тебе слово да я хотела сказать что ну вот то что я слышу это в моем восприятии не как сказать для меня стартап это всегда немножко про будущее или хотя бы с учетом будущего да а здесь у вас прям хороший реальный прибыльный бизнес которому нужно просто там найти либо даже либо с инвестора либо там каким-то связями помочь вот он очень классный как бы реальный там с глубоким пониманием проблемы главных инженеров и вот этого всего но если говорить про какие-то там про больше да именно про стартап то я бы вам все-таки настоятельно порекомендовала посмотреть ну прям в такое будущее которое знаете то о чем мечтают сейчас самые богатые из этой серии или там почти не мечтают вот то есть многие вещи которые сейчас вот по 3d оцифровки да они в принципе уже в университетах есть на основе дронов да пока это там не масштабируется не пускается в правительство потому что народ ждет когда найдется тот кто не побоится до экспериментальную модель перевести в промышленную и помучаться немного с этими гениями вот ну вот вот мо например я совершенно точно знаю что такое есть но если все-таки про стартапы про будущее у вас прозвучала идея с тем что вы можете сделать что-то по типу апстора или может быть я так услышала вот я бы вам очень очень я на я ну так как у меня есть более большой опыт войти я понимаю прекрасно насколько важно такие вещи закладывать в дизайн продукта вот на уровне да и я бы если говорить про питчинг там да про не про поиск нормальных инвесторов а именно про стартап истории я бы вам настоятельно советовала эту историю продумать покрутить может быть сделать внутри себя страцессию понять потому что я например была участником процесса когда что-то типа апстора сделали для брокерских компаний битуби апстор да на биржевом рынке штатов и это была бомба которая прям его взорвала кто знает может быть вы что-то подобное можете сделать в области промышленности я вот об этом хотел сказать вот такая идея есть да еще правильно поняли своим согласен абсолютно это как бы в будущем да потому что сейчас пока это плохо масштабируется пока мы все делаем своими силами небольшими я понимаю но если вы пропи во время питчинга будете чуть больше внимания потому что иначе складывается я понял спасибо спасибо благодарю марина еще вроде ольга хотела вкратце комментарии я небольшой да потому что времени уже мало дам комментарии у вас есть был слайд про рынке там где было написано десятки вот это все все таки я вам рекомендую попробовать их оценить да вы можете устно сказать что вы в процессе слайд этот живой он меняется да в зависимости от информации которую мы добываем о нашем рынке в зависимости от того как мы сегментируемся и так далее вот но тем не менее не нужно писать вот так это честно говоря вызывает вопросы там и больше негативную реакцию у тех кто будет вас слушать дальше поэтому все таки постарайтесь ну из свободных ресурсов пообщаться со специалистами отрасли по ну вот задать конкретно вопрос как они оценивают и так далее постарайтесь добыть эту информацию и в каком-то виде все таки представить ее в скажем так в измеримом эквиваленте вот такая рекомендация да да понял принял спасибо большое ольга за комментарии наталья вижу твою руку замечательную да 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 я собственно там чатик скинла ссылочку на мультикорпоративные акселераторы инновации в тег там вообще набор закончен но я могу закинуть коллегам чтобы они показали проект заказчикам мультикорпоративного акселератора это гбн одк тмк и росатом вот там если эти компании интересные вот то я там попрошу презентацию и пришлю перешли ему не буду держать по обратной связи вот там если на сайт зайдете вниз промотайте там есть шаблон презентации вот посмотрите каких слайдов вашей презентации не хватает может быть там что-то дополните и и отправим этот вариант презентации какой-то лучше побыстрее сделать вот потому что они скоро планируют демо-дэй вот и хорошо бы до этого времени если есть интерес вас успеть связать с потенциальными заказчиками все вижу ссылку спасибо большое наталья да сделаем на связи а рома мой контакт вам придаст чтобы мы на я себя отмечались хорошо договорились друзья уже к сожалению осталось времени так сергей вы можете посмотреть в чате там бурное обсуждение идет зачем вообще нужна оцифровка предприятия можете в принципе включиться если хотите наверное да озвучу только комментарий от сергея кольцова какой ваш запрос деньги не нужны вам случайно ну если дадите конечно нужны нет но мы пока что мы все своими силами сделаем пока вот софт он готов и доработать своими силами какие-то пилот нам нужны реально пилоты вот и хорошим если они будут палаты и будет вообще здорово и наш главный запрос отлично хорошо сергей кольцов тогда комментарий тебе да если будет интересно пообщаться с сергеем котельникова можно написать мне в зуме я когда передам договорились все отлично спасибо огромное мы приглашаем а не забыл сказать коллеги со мной недавно связался проект любимка и виктория она к сожалению не сможет сегодня принять участие и виктория заболела желание скорейшего выздоровления следующий раз следующий раз наверное уже на очень печи вот замечательную девушку так что мы переходим к следующему проекту он же финальный на сегодня это сергей таки я звучу я прочитаю я готовился сергей у нас сегодня с проектом контактная лазерная ультразвуковая дефектоскопия структуроскопия конструкторских изделий и материалов сергей здесь да добрый день коллеги добрый день сергей можете включать демонстрацию экрана да я представляю компанию links 2000 я ее генеральный директор вот компания не стартап она существует с 98 года то есть нам 25 лет вот недавно исполнилось мы шли постепенно от производства и разработки лазеров к созданию комплектной комплектного оборудования для промышленности и в результате вот уже более там 15 лет мы занимаемся лазерной оптимизм если вы уже рассказываете о проекте то мы презентацию еще не видим так я просто думал это такого с легкое вступление во время того как вы включаете демонстрация на чувство уже нет это слайд номер один идет скорее всего слайд номер один да как бы мне его смотрите сергей в зуме центре внизу экран есть кнопка зеленая демонстрация да да нажимаете и что-то не можно включить полную демонстрацию экрана попробуйте еще раз нужно выбрать весь экран здрасте игорь растя я понял сергей смотрите если такие сложности давайте тогда я включу свою демонстрацию экрана можно было да вы просто соответственно будете мне говорить следующий слайд и так далее запросили что-то у меня не то сегодня ничего страшного бывает давайте сделаем таким образом ну собственно можно начинать со второго уже даже начинать со второго так коллеги всем видно следующее ну вот я собственно первый прокомментировал давайте дальше следующие наша работа с промышленностью а мы именно с ней работаем за долгие годы показала что основным способом решения тех проблем которые возникают является дефектоскопии в чем проблема в критической инфраструктуре и ее элементах с каждым годом ужесточаются требования конструкции и предсказания состояния объектов это и тэк атом маш авиапром химпром и так далее последствия но последствия сами понимаете аварии катастрофы и так далее из-за чего достаточно сложно оценить текущее состояние объекта разумеется это дело и плюс динамика это первое второе нужно контролировать то что из чего вы делаете и третье давать достоверную оценку прогноз которая должна соответствовать реальности на основании текущего опыта следующий слайд пожалуйста что делают сейчас основная дефектоскопия то есть контроль состояния объектов это ультразвуковые рентгеновские методы каждого из них свои недостатки ну скажем рентгеновские более широко радиологические методы это высокая стоимость и главное это ограничение на использование специальные меры очень жесткие безопасности что не позволяет их местами просто использовать ультразвук он существенно так сказать мягче в этом отношении но не хватает разрешения не хватает оценки состояния и так называемая мертвая зона то есть вы не видите часть объекта который иногда оказывается действительно критически ну плюс еще мелочи типа тонкостенные изделия слоистые изделия в силу наличия мертвой зоны вы например трубы какие-то не может осмотреть следовательно авария далее что мы предлагаем на основании нашего большого опыта научных разработок экспериментальных и так далее мы предлагаем вот ту самую лазерную оптоакустику который контролируется основные параметры объектов и не только в статике но и в динамике вот в том числе уникально особенно сейчас ну как бы да уже вошли в производство композиты это изделия изготовленные с аддитивными технологиями сложные формы упрочненные и так далее то есть то что сейчас промышленность и либо использует либо начинает очень широко использовать идет на замену традиционным материалом плюс мы получаем цифровой паспорт какого-то изделия на всех этапах контроль далее пожалуйста вот пример разработанного оборудования достаточно старый вот это вот было разработано примерно 10 лет назад лазерный ультразвуковой дефектоскопу дл-2 м за время прошедшие с того было поставлено примерно наверное более 30 а может быть 40 изделий выполнены не только поставочные работы но и неокро разработка методик для достаточно серьезных вещей а далее скажу далее значит здесь что мы делаем это вот бизнес-модель немножко забегая вперед продаем готовое оборудование которое уже имеется адаптируем его под конкретные запросы заказчиков и продаем опять же оборудование либо разработали проводим неокры то есть разрабатываем и здесь скорее уже методики контроля и так далее вот ну вот так сказать все новые особенно неокровские работы это вещи индивидуальные к сожалению к счастью далее пожалуйста значит основная новизна проекта нашего который уже опробировано это использование лазер лазерных источников для возбуждения ультразвука то есть это на самом деле есть некий шаг вперед по сравнению с традиционным ультразвуком но огромный шаг существенно выше разрешение нахождение дефектов то есть устранение возможности аварии в принципе если мы смотрим динамику то соответственно в развитии вот мы смотрим где дефекты могут возникнуть и где узкие точки на оборудовании далее ну это вот с конкурентами я бы так сказал конкурентными методами то есть вот у нас есть несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с каждым из существующих методов контроля которые я упомянул ультразвук и рентген рентген это вообще так сказать достаточно сложная штука и по разным причинам том числе она много чего не может вот с обычным ультразвуком у нас нет мертвой зоны вот мы распознаем полностью все типы дефектов контролируем сложные формы и плюс ну всякие вещи которые обычный ультразвук просто не видят это неплохо нехорошо просто у нас это получается гораздо больше чем обычного ультразвука далее ну вот преимущество я так процессе сказал вот это критические дефекты их определение количественное и пространственное то есть полностью цифровой паспорт объекта по сути дела но не в том смысле который вот мой коллега сергей говорил а это речь идет о конкретных изделиях ну грубо говоря там либо это элемент крыла самолета либо это кусок трубы продукта провода ну вот что-то в духе привод естественно созданием базы и дальнейшим сравнением для прогнозных оценок далее ну вот основные этапы это с кем мы работали что мы делали в 2008 году был получен патент на разработку вот далее все это выполнялось как испытание в рамках неокр с уаком это иркут мс-21 в котором мы участвовали вот и вот госпрограмме создание средние и ближнемагистральных самолетов это сухой су-57 и далее с 70 тяжелый дрон вот аэрокомпозит авиадвигатель это создание участие в создании пд-14 это двигатель для мс-21 да все еще пару секунд далее дорожная карта даже можно следующий слайд еще да есть команда если будут вопросы я про нее расскажу и еще вот финальное мы ищем заказчик то есть по сути дела у нас рестарт по разным причинам вот это сфера тек авиапрома одк с которым мы сейчас работаем благодаря мультикорпу и запрос наш заказчику это формулировка проблемы задач на долгую перспективу чтобы мы вместе с ним работали до выведения продукта на может быть даже отраслевой рынок соответствующей документации и далее вот длительная работа спасибо за внимание ну извините вот у нас сложный проект достаточно тяжело ложится спасибо благодарю сергей сергей мельченко вижу вашу руку да спасибо сергей васильевич за презентацию у меня такой может быть самый короткий вопрос а вы при каком-то университете институте или университете работаете нет мы обычные учредители частные лица но кам мы сами выходцы из почтового ящика не полюс вот работаем команда это мгу мы сами по уже давно достаточно и сейчас мвту мутуси по отдельным направлениям чувствуется уровень очень очень серьезные точки зрения научно технического потенциала значит у меня вот как вопрос значит то что вы работаете и получаете определенные определенный паспорт связанные с дефектами в изделия это определенный ну как бы статический срез да то есть на данный момент в данный момент времени есть некая сказать картина но скажем структуры текущая структура структуры какого-то изделия или еще чего-то что касается вот все таки динамики то вы используете какие-то модели или каким образом вы можете прогнозировать что что будет происходить через какое-то время и через какое время то есть то что называется остаточным ресурсом да конечно спасибо речь здесь идет вот о чем значит мы берем некое изделие ну допустим там каком-нибудь из солнца крыла вот делаем в какой-то момент его полностью измеряем и составляем карту цифровую где какие напряжения в зависимости от регламента заказчика тут разные варианты потому что у всех немножко все по-разному мы проводим следующий анализ еще один анализ и вот да есть модели которые позволяют предсказать дальнейшее развитие либо дефектов либо вероятность отказа ну то есть вы понимаете значит в чем сложность сложность например в том что когда в мс-21 это композитное крыло внедрялось еще мало понимали да и сейчас есть огромные вопросы динамики разрушения композитов вы сами понимаете чем это чревато самолет летел и вдруг перестал лететь при какой-то нагрузке вот примерно то же самое скажем с нефтяниками когда можно предсказывать вероятность прорыва ну условно прорыва там трубы продукта провода особенно если это агрессивная среда стенка меняется утончается вот скажем рентгеновские методы здесь вообще не подходит вот а у нас односторонний контроль объекта поэтому мы несколько раз ну на этапе отработки желательно как можно чаще мы строим да модель ну грубо говоря до отказа отказ конечно конечно очень важно чтобы наш заказчик почему я постоянно говорю что нам нужна совместная работа мы не знаем критериев от заказчика что называется а вот вот нельзя дальше эту трубу эксплуатировать ну или элементки сона киля кая пакетами не сталкивались не работали с ними никогда нет нет мы маленькие поэтому у нас основное было это вот ну создание хотя созданием модели мы занимались опять же вместе с заказчиком но вот большого опыта у нас здесь нет хотите взаимодействовать компанией который является выпуск ну мехматом гол вполне правда в мгу сейчас там достаточно сложная ситуация потому что мы работали с международным учебно-научным лазерным центром ну вот его сначала его прихлопнули ну в общем там сложно поработать конечно хотим хорошо давайте пообщаемся спасибо большое спасибо благодарю сергей я контакт передам игорь рождественский ваша рука ваше слово игорь на связи пока видимо игорь отошел артем ермилов ваша рука следующая артем добрый день спасибо большое очень интересная история но у меня вопрос вот какого плана я если честно не очень понял запрос что именно нужно я услышал запрос таким образом мы раскрутились у нас все есть но нам просто нужен заказ там на 10-15 миллионов рублей долгосрочный хороший гарантированно я вот к сожалению с презентации это услышал таким образом и мне кажется что это немножко не тот самый бизнесовый подход о котором мы здесь дружно говорим потому что не разовый заказ вам нужен в разовом заказе в том сегменте рынка где вы уже действительно много лет работаете наверняка и вы знаете куда можно постучаться и вас уже в определенной степени знают а вот что касается именно и идеи со стартапом то все таки это вопрос о немножко пересмотре бизнес модели может быть потому что качественно вы можете выйти от статуса у нас есть один уникальный прибор я сам физик кандидат физик много жутко интересная тема но я сейчас намеренно буду упрощать на монагерский язык то есть у вас сейчас есть одна технология которую вы продаете соответственно круг заказчиков ограничен и наверняка в общих чертах самых богатых вы уже знаете есть такой такие истории как создание центра методов неразрушающего контроля расширяем линейку услуг и тогда мы можем говорить что мы ваш объект можем покрутить разными технологиями разными методами и уже речь пойдет о создании бизнеса сервисного такого более комфортного для современного для современной договорной работы потому что у заказчика беда есть ему не не в принципе все равно каким методом она будет решаться когда вы нанимает компанию которая придет и решит его проблему они будут объяснять знаете вот тут наш прибор может а вот тут не может а вот тут вот вам надо вот туда позвонить а здесь такой метод это вот такое предложение или вопрос ну если можно я прокомментирую да вы абсолютно правы я к сожалению действительно вот ну презентация она очень сложная с вами наверное было бы гораздо проще говорить чем с более широким кругом вот штука вот чем начну с конца центр нет мы не потянем просто по разным причинам ну например никто из нас не работал в таких сложных комплексных вещах хотя в команде в сложной мы работали поэтому мы бы с удовольствием наверное вошли в какой-то более крупный проект вот почему у нас есть одна действительно технология вот ну лазерная оптоакустика мы ее развиваем и я считаю что лучше мы будем это делать хорошо тем более что каких-то заказчиков мы выцепили за все эти годы но почему речь идет о том что нам нужно мы хотели бы работать с крупной компанией вот мы сейчас пытаемся с одк работать благодаря мультикорпу я сейчас поясню мы работали скажем так с низами это пермский авиадвигатель и не салют это двигатели строения ps14 вот но с ними мы поработали они полностью довольны но а вот верхушка скажем одк с которой мы сейчас общаемся да они вот что-то услышали сейчас но это более крупная структура соответственно у них в руках проблемы всех их предприятий потому что вот мы сейчас говорим что пилотом у нас надеюсь возможно будет сатурн рыбинский а вот сатурн мы как-то вот к ним ходили ходили не получилось но когда им сверху говорят что вот есть замечательная технология которая опробована у нас же компании то с ними гораздо проще общаться то есть мы пытаемся зайти сейчас сверху хотя и пытались вот скажем с росатома мы много пытались работать в рамках тестов они к нам приезжали и фабрикантов приезжал и не теплотехники приезжала вот да замечательно мы им пишем отчет они всем довольны они уезжают получают отчет и все ну вот мне здесь честно говоря не очень понятно вот этот разрыт а отсюда логически выходит следующая история но вот я и в росатами работаю сейчас в большой структуре корпоративной смотрите но тогда вот по этой логике вам надо просто продать себя и стать скажем так войти в какой-то отдел научно-технический большой большой большого заказчика у которого корпоративный ресурс настолько большой чтобы ваш метод использовать в ряду всех остальных эта история продается на уровне заместителя генерального директора по стратегии там по каким-то инновационной деятельности вот вот в таком ключе продается эта история вы вы просто садитесь туда на зарплату либо вам свобода дорога в этой истории потому что в таком нет уже не дорога нет не дорога потому что она мешает развиваться на самом деле то есть мы с потому что ресурс на развитие он системный вот там в любом случае ваш заказчик все таки если вы не выходите на вот такую сервисную историю с большим количеством ресурса потрачено на организацию услуг для мелких заказчиков да то есть я понимаю что просто ну это вам не комфортно и не интересно и душевно мне это очень близкая позиция вот то тогда черт побери уходим артем вы отключили к сожалению микрофон у вас не было слышно сейчас артем или то у меня прошу не прошу прощения был входящий звонок из телефона то есть тогда уходим под крыло большой жирной корпорации и в рамках этой корпорации в принципе там и зарплаты но это сотни тысяч рублей артем опять звонок да да прошу прощения добогается вот спасибо огромное но скажем так буду рад как художник с художником за чашкой человека общаться если чем я контакт передам да значит смотрите действительно интересный хороший проект я щас накидал ссылок с сайта над профильных соответственно интересантов там ржд там и госпом нефть своими тем интересовалась там то что тема использования композитных труб она все время живет на проблему вот отсутствие нормальной разрешающего контроля она есть значит смотрите есть несколько примеров компаний которые разрабатывали такого рода технологии сервисы на их основе нас на их основе значит и есть компания которые продают именно приборы а вот люмекс это модель продажи приборов соответственно такой большой мощный не как бы вот и есть сервис как компания которая основном оказывает сервисные услуги это геоскан они летают на своих беспилотников у них ключевой актив это программное обеспечение но они очень быстро вышли в сервисную модель упаковались как сервис значит но здесь нужна некоторая мощность действительно я понимаю я понимаю что вы небольшая компания которая давайте посмотрим на структуру например рынка в области топлива энергетического комплекса нефтянки значит у нас есть гранды большие которые собственно говоря владеют лицензией месторождения и так далее но работать они же делают не сами значит есть в любой индустрии прослойка средних компаний которые ну например это системные интеграторы которые там делают кому-то что-то да и вот эта сервисная модель она все более и более популярна в индустрии то есть нефтянки никто газпром нефть не 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 бурит скважины она заказывает сервис по бурению сервисной компании сервисной компании по размерам меньше чем этот условная газпром нефть а и это значит что с ними легче общаться они часто частные это значит что цепочки принятия решения достаточно ближе и быстрее и более того я знаю некоторое время назад именно такого уровня сервисной компании системные интеграторы были активны в том чтобы они искали национные решения приведу пример диполя который соответственно искал решение по рентгеновским томографом и насколько я понимаю профинансировал собственную разработку пример был санкт-петербургская электротехническая компания спб значит которые как раз они говорят так ребята несите нам интересные решения потому что у нас есть доступ там к большому количеству заказчиков можем их внедрять они даже готовы иногда немножко проинвестировать эти вещи то есть мне кажется что дорожка вам стать партнером одной или нескольких или в разных отраслях нескольких таких компаний быть для них поставщиками технологии чтобы они потом это тиражировали там на 46 тысяч километров труб там на какое-то дикое количество вагонов и так далее значит это мне кажется правильная дорога и здесь можно во-первых действительно разложиться по отраслям и немножко расти в том смысле чтобы там у вас возникли какие-то небольшие группы там по отраслевым решениям это когда жиру накопите да вот ну или там встать под крыло кого-то уже но там я бы повтор по первому пути пошел потому что у вас потенциал больше чем отраслевой да спасибо огромное действительно поскольку мы уже поработали в разных отраслях начинали то мы с авиапрома в основном вот но потом когда к нам начали приходить скажем люди из росатома ну из структур росатома вот в том числе мы пытались с ржд работать но это отдельная песня и я бы сказал так я не очень хочу с ними работать песни это шансон да вот мы поняли что технологии достаточно универсальными минут в силу того своей железности вот из пушки по воробьям полить бессмысленно потому что все таки это не дешевое оборудование скажем там планшет ультразвуковой это там полмиллиона рублей а у нас это все таки начинается вот там пяти семи восьми миллионов ну и сверху цена что называется а что вы хотите на выходе получить вот поэтому я согласен с вами что наверное вот относительно там сервисных компаний мы как-то в эту сторону не очень думали подумайте с ними легче общаться более того сейчас очень интересная в россии происходит ситуация дело в том что из-за всевозможных санкций вот раньше например даже нефтянка как у нас выглядела сверху стоит газпром нефть от нефть роснефть там и так далее какие российские или почти целиком российские компании а дальше соскребаешь верхний слой там сидит хребуртон шлемберже бейкер-хьюз вэдерфорд там ну и вся остальная эта шобла вот сейчас этот уровень уходит чем по-разному там кто-то уходит тут остается потому что у них возникают хорошие источники доходов но они потихоньку уходят и у нас возникает вот эта история с развитием вот этой отрасли сверху вниз это совершенно парадоксальная вещь потому что пример китайский автопром он развивался наоборот они стали выпускать большое количество собственных автомобилей когда они уже отработали выпуск запчастей для всего мирового автопрома вот то есть было снизу вверх а у нас сверху вниз идет этот тренд сейчас он в россии вообще так сказать достаточно серьезно я знаю что и машиностроители наши сельскохозяйственные помогают развиваться своим поставщикам вот и вот эта вот история мне кажется для вас как раз хороша потому что все ищут инновационные решения более того я могу скажу следующее что если например показать вас газпром нефть мтц условно говоря в каком-то контексте то они все равно наверно дальше вниз так сказать дальше будут передавать такого рода решение кем-то сервисам вот поэтому подумайте на эту тему она мне кажется это правильно что касается конкретики я вам прислал три ссылочки посмотрите второе захаживайте на сайт национальной ассоциации тех трансфер сейчас там активнейшим образом публикуются самые разные запросы вот это три запроса по неразрушающему контролю отфильтровал там 150 всяких по неразрушайки там больше нет пока но вот я просто знаю что я для газпром нефть мтц в прошлом году делал поиск технологии обзор по неразрушающему контролю композитов и выяснилось что там все конечно было достаточно печально вот и вторая точка в которой до вторая точка которую я да во первых на сатурния в этом с кем общаетесь с ивановым с павловым не на самом сатурнии пока еще не с кем там длитрий иванов директор по развитию он сидел обеими руками и ушами в этом самом акселераторе с рвк он мужик очень такой именно инновационно заточенный это правильный контакт значит я не знаю можно ли отсылаться там если вы не выйдете на него он реально так он реально динамичный дядька вот и вперми в пермском политехе общались там с ребятами которые делают там целая группа композитчиков которые в том числе и уже развернули на базе университета производства частей для пд-14 это кожухи это лопасти вентилятора и так далее мотогондол еще пытаются делать да да и знаете команду я не знаю мы общаемся непосредственно с авиадвигателем вот это там вот сейчас они так в прошлом позапрошлом году они вышли на валидацию пд-14 уже нормально вот для яса потом это естественно закрылось вот и вот через них все общение шло потому что они общались уже сами с политехом идите в политех там очень нормальные ребята там очень качественные грамотные композитчики они шли по моему по немножко по другому пути там по датчикам которые там чтобы композит сообщал о своем состоянии вот но очень сходите к ним потому что у них это это а это их профиль б у них стоит оборудование промышленного класса то есть они действительно сейчас не просто какие-то опытные детали производят они реально производят них реально производство вот и в третьих они значит соответственно ну да ну вот они работают непосредственно двигателем то есть мне кажется что с большими корпорациями как и нам всем вам будет вам будет общаться словно нужны прокладки согласен спасибо 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 благодарю игорь за ценный комментарий сразу наверно озвучу анастасия спрашивает можно ли получить контакт артема ермилова я думаю артем ермилов не не против я контакт передам естественно конечно супер как коллеги да так как у нас не было сегодня одного проекта чуть больше времени уделили и последнему проекту и предыдущим полина галкина вот если тебе не сложно включить микрофон можешь озвучить вкратце сложно сложно я просто уже несколько раз наблюдая за печем что происходит у нас мы все здесь очень умные все классные но пич не для не для этих целей нужно как бы закрытый на печи должно быть уровне возражения что мы делаем почему это нужно зачем это важно как изменится жизнь людей после того как мы они внедряют этих технологий свое производство сколько это стоит грубо говоря вот так вот академический язык просто это превращается вот я наблюдаю уже не первый раз что это превращается просто в умную беседу умных людей это все конечно классно но мы здесь не для этого собрались люди пришли за конкретными проблемами с конкретными проблемами нужны инвестиции нужно продаться и как бы было бы здорово если бы это звучало лаконично потому что вот я гуманитарий да вообще не понимаю что что это такое вот это вот последний проект вообще для меня был непонятен но я хороший продажник и продавала софт для дрона в полиции дубая и вот если бы мне сейчас объяснили как это например вот с тем же заводом да цифровкой как это можно как я могу это продать своим клиентам или предложить своей сети контактов продать это все это было бы гораздо более эффективно чем просто обсуждение вы понимаете о чем я это вот мой такой едкий комментарий так что ребят если непонятно я могу как бы даже с кем-то если нужна помощь с этим могу прям просто коротко разобрать презентацию и это по пунктам как это можно питчать для людей из бизнеса потому что не все люди из науки да не все понимают что это такое и это не нужно на самом деле нужно понимать что это зачем это нужно как изменится жизнь людей возможно ли это теми инструментами которые предлагает проект все очень просто у меня все полина супер спасибо за комментарии от себя наверно добавлю я тоже скажу честно не очень много что понял из презентации но я видел сергей что вы даже несколько раз как будто бы улыбались когда говорили что проект действительно сложный то есть вам как будто бы даже удовольствие это оставляло ну такое впечатление сложилось я бы наверное от себя кратко добавил что можно даже элементарно привлечь какого-нибудь студента из университета чтобы он помог вам доработать презентацию до с точки зрения дизайна облегчить ее в плане объема текста который находится на слайде вы прекрасно все озвучивали сами вот я думаю вот этот текст эти строки они были ну и излишне потому что прочитать их за то время на которое поделялось там допустим на слайд просто элементарно невозможно прочитать и у себя в голове обработать эту информацию вот у меня какой-то такой комментарий я вижу артем ермилов еще рука вижу сергей мельчин как коллеги тогда наверно коротко артем да роман полина до 100 процентов с вами согласен как любитель поддерживать академические разговоры но в то же самое время как манагер и конкретный пациент предлагаю роман вам вот что могу участвовать или могу сам провести что-то вроде мастер-класса по тому как делать печи меня готовы есть много наработок в этой части много раз такого рода тренингами гастролировал вот но почему бы на площадке ингри это просто один раз не сделать и всем кто будет готовиться давать потом линк на такого рода материал можно будет вместе с полиной да поддерживаю очень круто на самом деле я немножко вклинись потому что в том числе отвечаю за наше мероприятие мы готовы особенно нам конечно интересно вот история про скажем так более сложные да и хардверные и вот про технологию проекты потому что как-то мы находим общий язык с проектами которые ну там не знаю делают приложение там тех еще что то а вот такие вот если фокусировка еще будет на это то это будет вообще вот так это будет круто супер спасибо артема еще есть дополнение какое-то а нету нет сергей сергей что-то хотели добавить да я хотел сказать что я не считаю что у нас сегодня вот сергей васильевичем было академическое обсуждение просто ну да это технология которую монетари не понимают ну вот так как бы бывает такое и речь идет о том что здесь нет вот это вы понимаете продукт проблема целевая аудитория как df еще чего-то давайте мы как бы будем говорить о том что в общем не всегда и не везде нужно нужна классика иногда нужно как бы разбираться в том что говорит спикер и понимать в общем определенную суть ну в общем вот я игорь и рождественские здесь люди которые в общем на самом деле это понимать вот поэтому здесь и есть такая особенность которая заключается в том что в общем на самом деле представлена технология эта технология должна быть куда-то встроена и встроена она должна быть тоже в технологию другую да вот то о чем марина говорила это как бы поженить может быть там пару технологий или еще что-то но поженить может только в том случае если ты понимаешь о чем идет речь вот поэтому к сожалению не во всех проектах вот это что называется вот это ну классика представления проекта веселыми там картинками так далее она возможно к сожалению это возможно смотрите это тех давайте вместе попробуем сейчас это технология можно ее назвать можно назвать она она работает для того чтобы для каких предприятий она может применяться или для каких она не может применяться это позволяет сделать это и это то есть вот в таком объемном предложении мне кажется можно ее описать разве нет ну скажем так понимаете вот эта технология относится к такому направлению которое называется дефектоске дефектоскопии то есть поиск каких-то неоднородности там трещин чего-то чего-то что происходит материале вот значит особенность этой технологии по отношению к другим технологиям там звук или рентгеновская я поняла можно сейчас перебью я просто понимаю вы сейчас начинаете закапываться в деталях а у нас есть два способа презентации проекта вот это знаете переходим к мастер-классу мы либо идем от общего к частному либо от частного к общему вот других способов презентации информации просто не существует а когда мы перемешиваем и общее и частное тогда возникает путаница и поэтому я предлагаю просто вот сделать такой мастер-класс мини где мы сможем вот даже такие сложные проекты туда зафиловать потому что это все конечно очень интересно дьявол в деталях эти детали можно прям формулу какую-то придумать полина и артем отличное предложение я себе записал прям одну копейку ставлю рома давай 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 сегодня у нас очень бурное обсуждение в конце как раз идет давай наташ рома можно мне сказать да да не слышно наверно да было опять да да говори я разрешаю хорошо слышно да да я что хотела сказать сергей ох уж этот ваш академический папа я и игорь понимаем я все да а вы тут гуманитарий это вам не картинки между прочим мы там может быть и гуманитарий но мы знаем других технарей если вы нам понятно объясните кто нужен мы вас можем свести с другими технарями и вы будете на своем языке с ними общаться поэтому таким как мы тоже очень важно простыми словами объяснить о чем проект вот еще раз коллеги значит не все проекты сводится классической формуле проблема целевая аудитория объем рынка воронка продаж и так далее так далее я сам это все высшей школе экономики преподавил и я могу сказать что это так хорошо коллеги у нас сегодня десна было несколько мнений поддержку и понимание было несколько мнений да по поводу презентации технологических проектов я уверен что можно будет связаться вот с артемом еще раз да как я уже говорил с полиной галкина спасибо рома виснет у нас сделать хорошее я висну да меня не слышно да артем только если прям вкратце будем будем да спасибо как раз да коллеги вот как раз мой комментарий хорош для завершения а мы все очень большие молодцы и самое главное что мы все правы мне это хорошо говорить потому что я с одной стороны и физик когда-то был наверное неплохим и какой-то манагер и и начальник и тому что то еще вот правы в чем с одной стороны надо матчасть знать в том числе и потому если ты пришел на пич то будь добр знать правила по которым эта штука работает с другой стороны абсолютно верно не все можно впихнуть в прокрустного ложе вот этих манагерских принципов поэтому хорошо вот конкретное предложение мое наше спалины да заключается в том что мы базовый ликбез учебник вот такой создадим и уже готовясь к нему каждый из коллег в той степени в котором его продукт его технология его идеи или стартап могут отвечать на базовые вещи на тот шаблон который есть на то ожидание от аудитории который есть а есть и останется время и возможность более выпукло выпить то уникальное что надо успеть рассказать за жестко отведенное время поэтому эта работа она очень полезна будет и вот это обсуждение которое сейчас здесь возникло оно действительно правильное очень и очень полезное но мы всегда сталкиваемся с тем ограничением когда мы приходим к тому кто принимает решение доступ к его телу ограничен мысль мы должны его убедить у нас не всегда есть время настроить его на нашу волну он не всегда скажем так готов принять глубину технического знания которое мы готовы транслировать всегда я в общем-то так консалтером и стал потому что мои друзья шикарные технари бились головой о бетонную стенку потому что их просто не понимали учим птичьи язык спасибо благодарю коллеги меня слышно все хорошо мне тут написали в телеграме артем спасибо большое вот как человек тоже с математическими с гуманитарным образованием я поддерживаю вас вот нет ром все не очень хорошо поэтому давайте сегодня да поэтому давайте мы сегодня будем завершаться вот спасибо большое просим прощения за технические трудности не вот но такое случается вот всем пока спасибо спасибо вам большое всем пока всем пока и